здравствуйте дорогие любители рукоделия и бисероплетения вы на канале мелодия бисера меня зовут елена казакова и сегодня мы с вами будем делать вот такой вот новогодний колокольчик из бисера для того чтобы сплести такой колокольчик из бисера нам с вами потребуется бисер серебристого цвета для самого колокольчика бисер зеленого цвета для вот этих вот елочек и бисер красного цвета для вот этого нашего бантика также нам потребует колокольчик звоночек для серебристого колокольчика проволока 0,4 диаметра и 0,5 диаметра для осей и также проволока 0,4 диаметра зеленого цвета инструменты линейка мы с вами приступаем к плетению колокольчика для этого нам с вами потребуется три куска проволоки 0,5 диаметра по 20 сантиметров предварительно находим середину и в этом месте плотно скручиваем проверяем чтобы это получилось серединка вот так немножко закипаем и лишнее немножко раскручиваем примерно вот это наша скрутка должна получиться один сантиметр на шести осях получается будет наш колокольчик предварительно я набрала на проволоку 0,4 диаметра 2,5-2,6 метра серебристого бисера теперь мы приступаем к самому колокольчику вот мы сейчас начинаем с вами на осях листья для этого на одной из оси фиксируем нашу нашу с вами проволочку 0,4 диаметра плотненько к самой вот этой скрутке к нашей пододвигаем бисер и берем то количество бисера которое просится между осями и фиксируем пальчиком пододвигаем то же самое делаем здесь примерно пока что одна бисерина будет между оси лимон а Продолжаем. Это у нас будет с вами первый ряд. Не забывайте пальчиком пододвигать проволочку вверх, чтобы рядочки плотнее лежали друг к другу. Первый ряд готов. Примерно вы можете сразу придать вот этим осям форму. И продолжаем. Теперь плетем второй ряд тоже самое. Количеством бисерин между осями вы регулируете форму, какая у вас будет форма колокольчика. Видите, здесь она у нас одна, здесь немножко другая. То есть зависит от того, как вы направите ось и сколько между осями сделаете бисерин. Продолжаем. 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 Такого, чтобы четко было между этой осью столько бисерин, между этой столько, вряд ли получится сделать, потому что у каждого индивидуально получается расстояние между осями. Соответственно, ну вы сами пытаетесь регулировать это количество. Сильно большое не делайте расширение колокольчику. Ну, опять же, зависит от вашего желания, каким вы его видите. Колокольчик. Ну, вот мы уже пошли третий ряд делать. Продолжаем. Продолжаем. Ждем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получается мы здесь немножко шли с вами на расширение Теперь можно просто ровно вниз плести То есть количество бисерин между осями не увеличиваем, а просто берем то, которое было ранее. Вот таким образом плетем примерно 11 рядов. Просто опускаемся вниз. Когда плетете, следите за формой, чтобы ровненько получалось. Если нет, то регулируйте количеством бисерин между осями. Таким образом у нас с вами получается примерно 7 рядов идет на расширение, потом 11 рядов пойдет у нас ровненько, но более-менее, конечно, там плюс-минус бисерины, вы же понимаете, что немножко здесь тоже увеличивается, но не так, как в начале. И соответственно 7 рядов будет на вот большее увеличение, чтобы вот эту юбочку сплести. Сейчас продолжаем ровненько плести, опускаясь вниз. Вот у нас с вами уже начинает вырисовываться форма. Мы сплили с вами 11 рядов, более-менее придерживаясь ровной формы. Ну, конечно, немножко шли на расширение, но совсем минимально, не так, как здесь. Вот. И теперь у нас остается с вами сплести вот эту вот юбочку. Вот. То есть мы сейчас идем немножко на увеличение. Между осями делаем больше бисерин, чем хотелось бы. Можно вот так немножко придать тоже форму осям, чтобы было немножко попроще. Я немножко добрала бисер, мне показалось, что мало. Примерно еще сантиметров 40 я набрала. Ну, отрезала уже проволочку от катушки. И на нее же я нанизала бисер. Закончилась проволочка у нас. Фиксируем на той оси, на которой мы оставались несколько раз. В принципе, колокольчик наш готов. Мы сейчас ему форму придадим. Чтобы завершить его, мы отрезаем примерно на расстоянии 4 миллиметра осевые проволочки. Теперь загибаем вот эти вот наши осевые проволочки внутрь. Колокольчик наш готов с вами. Такая вот форма у него получилась. Для того, чтобы задекорировать нам с вами наш колокольчик, нам потребуется сделать вот такие вот еловые веточки. Для этого на проволоку, на зеленую, я предварительно набрала зеленую бисер. Делаем петельки размером. Оставляем небольшой кусочек проволоки, примерно 6 сантиметров. И делаем петельки 2 сантиметра каждая. Три оборота делать. Делайте одинаковое количество оборотов, чтобы получалось ровненько. Для одной веточки нужно примерно 20 петелек. Вот я расправила веточки, раскрутила на 2-3 оборота. Тоже старайтесь не перекрутить, потому что перекрутите, соответственно проволока порвется и придется переделать. Передаем вот такую вот форму. И плетем вторую. Можно немножко уменьшить количество петелек, можно увеличить, чтобы они у нас получились не совсем одинаковые. Одна меньше, вторая больше. Еловые веточки готовы. Теперь нам нужно плести вот эту вот вешалочку и вот этот вот бантик. Для этого на проволоку 0,4 диаметра красного цвета 15 сантиметров бисера нам с вами нужно оставить. Немножко скручиваем. Далее мы фиксируем также наши веточки. Сделайте так, чтобы одна веточка проходила с одной стороны вот этой нашей основной оси, а другая с другой, чтобы потом, чтобы как бы крепче зафиксировались. Скручиваем. Далее вешаем вот на эту всю скрутку колокольчик наш. И загибаем там внутри. И так же там скручиваем. Постарайтесь между собой их скрутить. Можно все сделать, вот как я и говорила, на шнурок. То есть вы вот здесь делаете шнурок, на шнурок вешаете уже наш колокольчик. Вот я зафиксировала. А лишние проволочки можно отрезать кусачками. Осталось с вами сделать вот такой вот байк. У нас получилось набрано бисера примерно 48 сантиметров. Сложили пополам. Скрутили плотно очень, пока не отрезаем проволочку. И вот такими скручивающими движениями делаем спиральку. И просто одеваем ее на наш с вами колокольчик. И завязываем узелок, бантик. Очень аккуратными такими немножко проталкивающими движениями. Готов наш бантик. И теперь передаем вот такие вот тоже немножко спиральные фит. И теперь вот можно здесь аккуратненько еще раз давайте зафиксируем. Отрежем где-то на расстоянии 3 миллиметра. И немножко загнем. Это все надо делать очень аккуратненько, чтобы не раскрутить. Наш с вами колокольчик готов. Я вас поздравляю. Его можно как подарить кому-то, так и повесить на елку. Те необходимые инструменты и материалы вы можете приобрести в интернет-магазине мелодиябисера.ру Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Также хочу вам сказать, если у вас есть какие-то пожелания по поводу мастер-классов, мы будем стараться их осуществить. Поэтому пишите в комментариях. Мы будем прислушиваться. Конечно, не быстро исполним, но во всяком случае постараемся. Всего доброго. До скорых встреч.